Ван Глядмарха, 7 главу Помолимся. Дорогой Господь, благодарим Тебя за слово Твое, которое Ты оставил нам. Благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас истинным Твоим, Господи. И просим, чтобы сегодня Ты проговорил к сердцу каждого из нас то, что Ты хочешь сказать нам через этот отрывок Священного Писания. Молимся Тебе во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста, дорогие друзья. Уже на протяжении нескольких проповедей я проповедую по Евангелию от Марка. И вот сейчас мы добрались до этого отрывка, очень интересного отрывка, надо сказать, про встречу Христа с этой женщиной, серафиникиянкой. Я даже не знаю, что это за народность, но это, видно, такая народность, которая как раз жила в пределах Тиро и Сидона. Это языческая территория рядом с Израилем. Христос, Он уже много что сделал, и Он идет туда, чтобы отдохнуть. Мы видим, что в 24 стихе Евангелист Марк упоминает, что Он не хотел, чтобы кто Его нашел, но Христос не мог укрыться. Итак, я хочу, чтобы мы посмотрели внимательно на эту историю сегодня с вами и увидели, что два главных действующих лица в этой истории – это Христос и вот эта женщина. Но на самом деле в центре всей вот этой истории есть один такой невидимый, здесь мало об этом человеке написано, но в центре этой истории – это девушка, дочка вот этой женщины, серафиникиянки, которая одержима бесом. Мы не видим, что она как-то действует, но мы видим проблему ее, и именно с этой проблемы начинается эта история. Вот эта дочка, этой женщины, у нее большая проблема – она одержима бесом. И знаете, когда я читал эту историю, я понял, что на самом деле эта история про наше сегодняшнее время, про наше сегодняшнее поколение. Скорее всего, эта женщина, серафиникиянка, сложное слово для выговаривания, извините, имени ее тут нет, так что приходится его постоянно говорить. Эта женщина, она была уже достаточно взрослая, и она приходит к Христу просить, чтобы он исцелил ее дочь. Мы не видим указания на возраст этой дочери в новом переводе, в новом русском переводе. Там написано, что это маленькая дочка. В греческом оригинале я не нашел указания на возраст. Но как бы то ни было, это такое сегодняшнее современное поколение молодежи. Христос в этой истории – это единственное решение этой дочки, которая одержима бесом. Сегодняшнее поколение, современное поколение молодежи, наши с вами сверстники, друзья, они тоже одержимы. Может быть, не бесами, как эта девочка, но мы сами знаем, в какой грязи, в каком разврате живет сегодняшнее современное поколение. Сегодня наша молодежь, молодое поколение в России, да и не только в России, во всем мире, одержима культом денег, одержима безразличием, индивидуализмом, вседозволенностью, половой распущенностью, цинизмом, прагматизмом, культурой потребления, наркоманией, алкоголизмом, сквернословией, агрессией. Сегодня наше современное подрастающее поколение одержима. И об этом говорят не только в церкви, но об этом говорят и социологи, об этом думают всякие политики, потому что на самом деле проблема есть. На всех уровнях пытаются как-то эту проблему решать, пытаются вовлекать молодежь в искусство, пытаются вовлекать в социальную какую-то деятельность. Но эта история нам четко показывает, что единственное решение проблемы и этой девочки, и наших сегодня сверстников, наших ближних, родных наших, это только Христос. Он единственный ключ к решению этой проблемы. Посмотрите на Христа в этой истории. Давайте посмотрим сейчас на Христа. Опустите свои глаза в Библию. Посмотрите, что Христос милосерд. Да, Он приводит доводы, по которым Он не должен изгнать беса из этой девочки, но в итоге Он изгоняет, хотя эта женщина не была из народа израильского, она была язычница. Да, Христос не пришел к язычникам именно в тот момент, чтобы проповедовать им, чтобы исцелять их. Он трудился среди народа израильского. Он говорит ей об этом открыто, но в итоге Он исцеляет, Он изгоняет беса из этой девочки, и в этом проявляется Его милосердие. Знаете, параллельный текст этой истории есть в Евангелии от Матфея, и там можно увидеть очень интересный момент. В Евангелии от Матфея, в 15 главе, Евангелист Матфей также описывает эту историю. И здесь, в 15 главе, в 23 стихе, мы видим, как ученики реагируют на эту женщину, на эту серофеникиянку, когда она пришла просить о своей дочери. Ученики говорят, отпусти ее, потому что кричит за нами. Ученики говорят про эту женщину, Христу, ну давай уже сделай то, что она хочет, потому что она уже надоела нам, она идет за нами и кричит, уже просто достала, как мы сегодня говорим. Исцелись, сделай то, что она просит, и пусть она уже отстанет от нас. Но Христос не такой, как ученики, Он думает по-другому. Ученики думали о себе, потому что они были усталые. Еще раньше, когда мы говорили о том, как Христос посылал учеников проповедовать по двое, по городам израильским, ученики пришли, они устали. Христос хочет, чтобы они отдохнули, но они идут отдыхать, но туда снова сбегаются люди, Он там кормит огромное количество людей, происходит умножение пищи, потом опять их не оставляют в покое, там приходят к ним фарисеи, у них беседа с фарисеями, Иисус опять проповедует народу, и вот они, казалось бы, ушли уже из Израиля, где постоянно за ними народ ходил, ушли вообще в языческую страну, на языческую территорию, где уж, казалось бы, от них должны отстать все, но и там к ним пристает эта женщина, опять докучает им, и ученики из-за собственного эгоизма, они уже говорят, сделай то, что она просит, пусть она отстанет, и мы пойдем дальше уже отдохнем. Но Христос, Он не думает о себе, Он не думает о том, как бы им отдохнуть. Христос проявляет здесь истинное милосердие, Он на самом деле смотрит на проблему этой женщины, и в конце концов, Он проявляет это милосердие к ней. Друзья, Христос, Он милосерд, Он милосерд к вам, Он милосерд к современному поколению, Он хочет исцелить их, Он хочет простить их грех, Он может это сделать, потому что Он жертвует собой, Он жертвует своим отдыхом, и потому что Он может это сделать, потому что наш Бог, Он всемогущий Бог. Христос показывает здесь свое всемогущество. Смотрите, Он не идет к этой девочке в ее дом, Он не идет за этой женщиной, Он просто говорит, этой женщине за это слово пойди, бес вышел из твоей дочери. Все, чудо свершилось. Христос силен решить любую проблему в наших жизнях. Друзья, Он может это сделать, потому что Он всемогущий. Но я хочу отметить здесь, в этой истории еще один момент. Между Христом и этой девочкой встала в такой молитвенный пролом вот эта женщина и мама этой девочки. Она пришла к Христу и стала умолять Его о своей дочери. Дорогие друзья, наш Бог может делать великие дела в этом городе, но нам надо понимать, что мы соработники у Бога, мы соработники у Христа. Горе приводит эту женщину ко Христу, горе ее дочери. Наш мир, он полон горя. Наши с вами ближние, которые еще не знают Христа, они находятся в беде, они полны горя. Их душа болит на самом деле, потому что она погибает. Этот мир нуждается в Христе, в Его милосердии, в Его избавлении. Если бы Христос не пришел в ту местность, если бы эта женщина не пришла туда, к Христу, то вряд ли бы и девочка получила бы избавление, исцеление от этого духа бесовского, который мучил ее. Друзья, это мне говорит лишь одно, о том, что мы, как соработники у Бога, должны идти к людям и приносить их проблемы ко Христу. Нам надо видеть горе, нам надо видеть нужды людей и указывать им на Христа, приносить эти проблемы, нужды к Христу. И знаете, почему часто у нас нету плода вот в этом служении, в этом труде? Один момент здесь Христос отмечает. он указывает на великую веру этой женщины. Он указывает на эту веру в Евангелие от Матфея. Посмотрите, 15 глава, 28 стих. Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Друзья, так часто мы, когда стремимся служить Богу, когда мы идем, говорим нашим неверующим ближним о Боге, или же мы молимся о них, так часто нам не хватает вот именно этой великой веры, как у этой женщины. Так часто нам не хватает именно такого духовного отцовства или материнства за наших неверующих, родных и близких. Мы просто не относимся к ним так, как относилась к своей дочери эта женщина. Мы не приходим к Христу так в молитве за своих родных и близких людей, так как пришла к Христу эта женщина. Посмотрите, ее вера, она не была сконцентрирована на ком-либо ином, как только на Христе. Опять же, Евангелие от Матфея, она приходит к Нему и говорит, помилуй меня, Господи, сын Давидов. Она обращается к Нему. Она говорит, она не говорит к Нему, помилуй меня, потому что я мало грешу или потому что дочь моя там какая-то хорошая. Знаете, так часто люди в сегодняшнем мире, они уповают на себя, они пытаются развивать какую-то свою самооценку. И надо сказать, что христиане тоже часто этим грешат, что мы можем великое, мы можем невозможное, мы такие хорошие, замечательные. Но здесь эта женщина, она приходит ко Христу, и она понимает, что только Христос может решить ее проблему, только Христос может ответить на ее нужду. Вера этой женщины, она помимо того, что сконцентрирована на Боге, на Христе, она очень конкретная, очень конкретная вера. Она приходит ко Христу с конкретной проблемой, она говорит про то, что ее дочь жестоко объяснуется и просит его решить эту проблему. Знаете, так часто я слышу, к сожалению, молитвы верующих людей, которые молятся за своих родных и ближних неверующих, о том, чтобы Бог благословил их, о том, чтобы Бог помог найти хорошую работу, или там хорошо сдать экзамены, или еще что-то. Такое несущественно, неважное здесь женщина молится за жизнь своей дочери, изгони беса, реши проблему моей дочери, она молится конкретно. Друзья, когда мы молимся за наших неиспасенных ближних, мы должны молиться в первую очередь, в первую очередь о том, чтобы Бог избавил их от греха, чтобы Бог дал им новую жизнь, чтобы Он привлек их к себе, чтобы они могли стать Его детьми, а не просто, чтобы Он как-то там их благословил. Следующий момент, который я хочу отметить в вере этой женщины, в великой вере этой женщины, это то, что ее вера, она смиренная. она приходит и падает к его ногам. Опять я обращаюсь к Евангелию от Матфея, 25 стих, 15 глава. Она, подойдя, кланялась Ему и говорила «Господи, помоги мне». Она падает к Нему в ноги, кланяется к Нему. Знаете, Бог еще никогда не отвергал никого, кто кланяется Ему в ноги. Если мы посмотрим на жизнь Христа, Он никогда не отпускал такого человека с невыполненной мольбой, с неисполненной его молитвенной просьбой. Знаете, вчера мне рассказали историю про одну маму. Она сказала своей дочке, чтобы та сначала съела йогурт, а потом уже начинала играть. И сказала, что если вдруг что-то с этим йогуртом произойдет, она прольет, измажется, то она накажет ее. И эта дочка не послушалась и стала с другой своей сестричкой бегать по комнате. Ну и в итоге она этот йогурт пролила на ковер и все там размазала. Мама это, естественно, увидела и пошла к ней. Та бежит к своей сестричке, потому что она еще не умеет говорить, она бежит к своей старшей сестричке и начинает на понятном им только там языке упрашивать свою старшую сестричку, чтобы она сказала маме, чтобы она простила ее. Она сестричку гладит, плачет, мама пришла, она начинает ее гладить, плакать, она села ей в ноги, хватается за ноги, плачет, умоляет ее, продолжает еще просить свою сестру, чтобы она походатайствовала тоже за нее, чтобы мама не наказывала ее. Там было просто что-то с чем-то несравнимое. В итоге мама просто не могла ее наказать, потому что просто извергом была бы после того, что какое раскаяние устроила эта девочка. и она говорит, все, я тебя прощаю, но в следующий раз я тебя обязательно накажу, если ты не послушаешься меня. Ой, надо было видеть эту дочку, счастье ее. Она весь день была просто как шелковая, она обнимала ее и целовала, все делала с первого раза и предугадывала даже желание. Друзья, вот эта женщина, она похожа немного даже на эту девочку, она очень смиренно просит Христа. Христос, он сначала хочет ей отказать в удовлетворении ее просьбы, но она приходит, кланяется ему в ноги и умоляет ее, Господи, помоги его, Господи, помоги. Это настойчивая вера, смиренная вера, и это вера испытанная. Христос не отвечает на ее просьбу с первого раза. В Евангелии от Матфея особенно мы видим, что на первую ее просьбу он просто ничего не отвечает. 23 стих, но он не отвечал ей ни слова. Она просит его, он молчит, он игнорирует. Но знаете, мне кажется, часто мы, можно сказать, грешим тем, что когда мы что-то просим Христа, просим Бога, молимся ему о чем-то, а он не отвечает, появляется какая-то обида, нам это так надо. Господи, казалось бы, это и тебе так надо, но почему ты молчишь, почему ты не отвечаешь? Происходит обида, разочарование в Боге. Потом вот она подходит к нему и кланяется, а он в ответ ей говорит, посмотрите, 26 стих, нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Вау! Он сравнивает ее с псами, с собаками. Да, она язычница, но какое оскорбление он ей нанес, женщине, какой-то еврей пришел к ним в страну и так называет ее. Знал ли Христос, что в ее сердце, как вы думаете? Я думаю, знал. Я думаю, он не допустил испытания больше, чем она могла бы перенести. Он не случайно так говорит. И на самом деле я скажу, что наш синодальный перевод, он немного более грубо передает этот смысл щенки или собачки, такой смысл этого слова, но как бы то ни было, Христос знал ее веру, он видел ее веру, и он специально испытывает ее веру, чтобы она была еще более сильной, более крепкой, чтобы эта женщина была еще более усердной в молитве. и только потом, когда эта женщина продолжает настойчиво просить его, и когда она проявляет изобретательность в своей вере, он удовлетворяет ее просьбу. Посмотрите, эта женщина, она не обижается, она не отворачивается от Христа и не уходит от Него, разочаровавшись. Она соглашается с Ним. Да, Господи, я как пес для тебя, но и псы питаются крошками с хозяйского стола. Она не отвергает слова Христа, она соглашается с Ними, но она понимает, что Христос, Он пришел к своему народу, и его народ, надо сказать, он питался на самом деле обильно духовной пищей, которую преподносил Христос им. евреям. И мы знаем, что евреи, они в итоге отрекутся от Христа, что они распнут Его, они раскидают эти крошки милости и благодати Божьей, и в итоге язычники подберут эти крошки Христовой благодати. И эта женщина, она понимает, что ей достаточно-то всего чуть-чуть, всего крошку Христовой милости, всего чуть-чуть Христовой благодати для ее дочери. Друзья, давайте мы, имея вот такое обильное питание в церкви, через Слово Божье, помнить, что даже небольшие крохи Слова Божьего, небольшие крохи Божьей благодати могут сделать великое в жизни неверующих людей. Итак, друзья, я хочу, чтобы мы сегодня увидели, что эта история, она про нас, она про нас, про верующих. Бог дал нам в жизни кучу связей, контактов с людьми, которые еще не знают Его, которые находятся в ужасной беде, в ужасных проблемах. Их ждет ад, их ждет вечная смерть. Друзья, и наша задача быть вот такими духовными отцами, духовными матерями для этих людей, принести их проблемы, их нужды ко Христу, все их грехи принести ко Христу, благовествовать им, молиться о них. И когда мы молимся о них, в молитве являть такую же веру, какую явила вот эта женщина Серафиникиянка, уповать только на Христа, на Его силу, молиться конкретно, молиться смиренно, ожидая Его действия, понимая, что Он никогда не опаздывает, что у Него все вовремя, молиться настойчиво, не один день, а если не ответил, то забыть, а постоянно, преодолевая все испытания, разочарования, вот такими должны быть наши друзья молитвы за наших неспасенных ближних. Это история про нас. И поэтому сейчас, когда мы будем молиться за наших неспасенных ближних, давайте мы будем учиться у этой женщины, у которой была великая вера в то, что Христос может решить проблему ее дочери. Давайте мы будем молиться сейчас о наших неверующих, родных и близких. Поэтому, если у вас сейчас есть люди, за которых вы хотите молиться, вставайте, рассказывайте, и потом мы будем вместе молиться о них. Спасибо.